Помню ещё, как я это делала. Ага, что за жанр? Фэнтези? Да ладно! Да ладно! Неужели реально в фэнтези настолько крутой жанр? Или может всё дело в мистике? Всем привет! Сегодня будет спонтанное видео о фэнтези. Если честно, ещё год назад я не считала фэнтези жанром достойного внимания. У меня в голове было чёткое представление, даже не представление, а установка, что это скучно, неинтересно, неправдоподобно. Но настал 2016 год, когда я для себя открыла Джонатана Страуда и его серию «Агентство Локвуд и Компания» и надо ли уточнять, что прочитала я её одним махом, даже не поняв, когда она успела закончиться. О своих впечатлениях я рассказывала ранее в отчётах о прочитанном, ссылочку оставлю под видео. Помню ещё, как я это делала. Ага, что за жанр? Фэнтези? Да ладно! Да ладно! Неужели реально в фэнтези настолько крутой жанр или может всё дело в мистике? На этот вопрос на сегодняшний момент я так и не ответила, но делаю всё возможное, чтобы добраться до истины. Моё следующее знакомство с миром фэнтези состоялось через Филиппа Пулмана и его трилогию «Тёмные начала», первая часть которой «Северное сияние» мне очень понравилась. Но после первой части вся трилогия медленно, но верно она умерла. Кстати, ссылочку на более полный отчёт вы также найдёте под видео. Потом была очень даже занимательная сага о копье Маргарите Уэсс и Трэйси Хикман, которая, кстати, считается родоначальником фэнтези как жанра. Ссылочку на видео о моих впечатлениях о ней я также оставлю под этим видео. Рядом за сагой моё путешествие по миру фэнтези продолжилось с уже упомянутым мною ранее Джонатом Эстраудом и его трилогией об Артемиусе, которая меня приятно удивила, а может быть даже покорила. Хотя, на мой взгляд, серия про агентство Локвуд гораздо сильнее. И всё же это стало очередным плюсиком в пользу фэнтези. Ну а дальше я добровалась до Кассандры Клэр и её трилогии «Адские механизмы» о сумеречных охотниках, куда входят «Механический ангел», «Механический принц» и «Механическая принцесса». И снова я удивлена и поражена, что в фэнтези это интересно. «Адские механизмы» Кассандры Клэр – это великолепная подростковая фэнтези. Блин, я читаю подростковое фэнтези, где подростковой любви и соплей больше, чем самого фэнтези как такового и мне это нравится. События разворачиваются в мрачном дождливом Лондоне 12-го столетия. Именно в Лондон однажды прибывает корабль, на котором находится Тесса Грей. Ее встречает карета, якобы присланная ее братом Натаниэлем. Но все на самом деле оказывается не так, и Тесса попадает в плен к двум старухам, которые заставляют ее перевоплощаться в других людей и, главное, готовят к свадьбе загадочным магистром. Вокруг этого таинственного магистра, который создал механических людей с демонической сущностью, и будет выстраиваться сюжет на протяжении всех трех книг. Магистр – это такой дьявол в оплоти, который хочет уничтожить в своих противниках сумеречных охотников и завладеть миром. С сумеречными охотниками мы тоже познакомимся. Двое, кстати, будут сходить с ума по Тессе, но вот кого она выберет, я озвучивать не буду. Кстати, я сейчас вспоминаю о ранее упомянутых мною соплях и подростковой любви, а здесь автор закрутила все так, что не каждый любовный роман для взрослых сможет потягаться. И Кассандра Клэр даже умудрилась придумать новую любовную фигуру, именуемую квадратом с диагональю посередине, или же воздушного змея. В общем, кто читал, тот поймет. Кстати, напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, на что похоже отношение героев больше – на квадрат или на змея. Это коротенечко о том, что ждет читателя на страницах романа. Если же говорить о впечатлениях от прочитанного, то в общем и целом я осталась довольна. Мне понравился сюжет, стремительное развитие событий, неисчезающая динамика, интересные герои – все на своем месте. Мне понравилась атмосфера, ее как таковой нет, и плоскость героев – не знаю, не хватает им реальности, человечности, чувственности, эмоциональности, глубины. А в остальном – прекрасная, подростковая, добрая, местами наивная трилогия. И, как нетрудно догадаться, такие положительные впечатления от прочитанного не могли остаться незамеченными, поэтому я пополнила свои скудные книжные запасы в фэнтези новыми книгами. Я искренне надеюсь, что вам будет интересно узнать, что же я прикупила, а значит и буду читать в ближайшее время. И начну я, не побоюсь этого слова, с мастодонта фэнтези нашего времени, Робин Хоуп и ее аж пяти саг – сага видящих, сага о живых кораблях, сага о шуте и убийце, сын солдата и хроники дождевых чащов. На сегодняшний момент я уже прочитала одну из книг саги о живых кораблях «Корабль судьбы» и это была моя ошибка. Нельзя было начинать сагу с последней книги. Мне не понравилось ничего, ни герой, ни места действия. Сюжет показался нудным, скучным и неинтересным. Одним словом, полное разочарование. Но я не ставлю крест ни на авторе, ни на ее книгах, в частности, на уже начатой мною саге о живых кораблях, потому что все же надеюсь, что не понравился мне «Корабль судьбы» исключительно по причине неправильно выбранной мною последовательности прочтения книг. За Робин Хо последовало очередное разочарование в жанре фэнтези, на этот раз в лице Алексея Пехова и его первой книги цикла «Страж». Такой зум унывности, нудятины, бесцельности, бесцветности и однобокости я и не припомню. Герои никакие, атмосферностью не пахнет, приключениями и приключениями язык не поворачивается назвать, а весь сюжет сводится к «приехали, сделали свои дела, уехали». Я могла предположить, что мне может что-то не понравиться, особенно в еще не познанном мною жанре фэнтези, но чтоб настолько. Но, с другой стороны, разве ценили бы мы хорошие книги, если бы не было плохих? А я искренне надеюсь, что таких сюрпризов хотя бы в ближайшее время больше не будет. Ну, а я постараюсь воплотить эти ожидания в реальность, поэтому в моих ближайших планах для прочтения будут книги, о которых я расскажу далее. «Город небесного огня» Кассандры Клэр из серии «Орудие смерти». Это, если я не ошибаюсь, первая серия всего цикла про «Стумеречных охотников», история, где предательство и коварство станет причиной разбитых жизней и сердец и повлечет множество смертей. Кассандра Клэр и ее первая книга – новая серия «Темное искусство» Леди Полночь. Действие романа разворачивается спустя пять лет после событий вышеупомянутой серии, а главными героями стали Эмма и Джулиан. Здесь нас ждет уже знакомый, но другой мир сумеречных охотников – полуангелы, полулюди, полусумеречные, охотники бессмертные и кто знает кто и что еще. И снова Кассандра Клэр, на этот раз со авторствием с Холли Блэк и их совместное творение «Магистериум» – трилогия, в которую входит «Железное испытание», «Медная перчатка» и «Бронзовый ключ». История о том, как Колум Хант, у которого родители погибли от рук магов, 12 лет, попадает в школу магов «Магистериум». Попав сюда, Колум узнает не только тайны своего прошлого, но и встречается лицом к лицу со смертью. Что ж, посмотрим, как все закрутится и чем закончится. Следующая книга – это такая книга, о которой уже рассказали все, кому не лень, и более того, уже умудрились прочитать и поделиться своими мнениями и впечатлениями. «Шестерка воронов» Бардук и Ли. О сюжете сегодня говорить не буду, так как аннотация всегда обещает что-то невероятно потрясающее. А что касается моих ожиданий, очень мне хочется разочароваться, а такая возможность есть всегда, особенно когда так стараются пропиарить то или иное издание. «Крысиная башня» Натальи Лебедевой. Про эту книгу я ничего не знаю, кроме того, что у нее хорошие оценки читателей, а в ее коротенькой аннотации есть волшебные, гипнотизирующие, магические для меня слова и словосочетания. Ужас, серийный убийца, охотящийся психопат и нечисть в виде бесов. Не знаю, как все это сольется воедино, но я в предвкушении. Это, пожалуй, все книги в области фэнтези, которые я хочу прочитать в ближайшее время. А затем вернусь к Робин Хобб и ее сагам. Если же вы читали какие-то книги из видео, то обязательно делитесь своим мнением в комментариях. Очень буду благодарна, если вы посоветуете какие книги помимо упомянутых сегодня, стоит прочитать еще. Ну и на этом на сегодня все. До новых встреч. Пока.